Прикиньте, ребят, на 4 ПДА промышляют разводилы. А разводилы такие... Ну, я, конечно, не клюнул, но для меня это, ну, просто совсем очуметь. Но имеется в виду... Вот он, я на 4 ПДА, да? КМС. Один мне пишет, короче, смотри. Здравствуйте, могу удаленно восстановить и прошить ваш с роутер. Будет работать с сим-картом любым тарифом. 600 рублей, блядь. Во-первых, речь идет о том роутере, который я показывал в прошлом моем видео. Называется оно «Роутерное приключение». Кто не смотрел, посмотрите. И там я показываю на 29-й минуте, кажется, этот билайновский роутер, который я запорол, зашив... То ли дашборд я не тот зашил, то ли он просто сам сбайнул в процессе прошивки. Но суть в том, что тот я разлочил давно, в 18-м, наверное, или в 17-м году. Наверное, в 18-м, где-то так. И он у меня долгое время пролежал. И я решил его, короче говоря, расчехлить и посмотреть, что с ним. Живали батарейка и вся прочая хрень. И смотри, как бы этот отстал сразу. Да? А вот этот харси, да, вот, блин, давай профиль посмотрим. Смотри, дата рождения якобы 77-й год, регистрация 19-07-22, но категория пользователей... Обратите внимание, категории пользователей... Это странно, это странно. Московское время якобы у него, да? Карма 0-0, постов 0, комментов 0, репутация 0, тем 0, постов 4. Это похоже очень-очень на разводняк. Давай посмотрим у этого что. Блин, как неудобно, ребят, в этом клиенте сидеть. Профиль. Регистрация. 13-е, 12-е, 22-е. То есть 4 ПДА. На вашем сайте, скорее всего, завелись мошенники, которые пишут в личку через КМС. Ну, личка КМС одной и той же. Которая разводит людей на удаленку, чтобы закинуть... Давай вообще сейчас полностью почитаем, что он тут пишет, да? Типа никакой фул... Я фулл флэш просил для программатора, что так проще. А этот дядя, который хрисели, как его там... При включении шнуром... Шнуром, блядь. Что видишь в ДУ? То есть диспетчере устройств. Типа, если есть порты, то просто нужно дошить или вывести из загрузки... Вывести из загрузки режима. Чё-то какой-то бред. Вот я сейчас вчитываюсь, бред какой-то. Бред-бредский. Он просто скинул, сделал вид, что мне помогает. Хотя я это и сам могу найти. И, по-моему, файлы у меня от разлочки с дашбордами со всеми остались ещё тогда. И... Ну, это... Если есть порты, то можно просто дошить или вывести из загрузки режим. Ну, вот здесь похоже на правду. Да. Вот. Потому что он, скорее всего, с роутер выпал в какой-то emergency mode. Типа, ну, небезопасный режим. Ну, короче говоря, в режим дошивки, так будем называть. И скидывает мне то же самое, что я читал. И я ему рассказываю. Шил давно бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Почитать я видео это затягивать не буду. Слишком много я болтаю, ребят. Разлочка не слетит при дошивке, я его спрашиваю. Так пишешь, будто устал разблокировать. То есть, хи-хи-ха-ха. Я ему скидываю... Зачем мне какие-то видосики? Делать по памяти, по форуму. То есть, по форуму, по памяти это понятие разное. То есть, ты можешь делать или по памяти, или по форуму. Дядя бздит. Дядя бздит. Кирпичило. Бла-бла-бла. Тут, значит, у нас прям сходу мат. Дед ругается матом. Тиктокеры. Ну, тиктокеров я сам не люблю, допустим. Потому что я дядя, разменявший четвертый десяток. Вот. Отличный роутер с Wi-Fi. Где он там 5 ГГц увидел, я не знаю. Я, честно говоря, по-моему, и не помню, что там 5 ГГц было. Вот тут меня тоже постигло сомнение на этом моменте. Где там 5 ГГц, я не видел. Хе-хе-хе-хе-хе. А зачем ТТЛ мне? Зачем мне? А, ну да. ТТЛ имеется в виду не транзисторная логика, а имеется в виду, когда пакет проходит определенные шлюзы, у него уменьшается ТТЛ. И... Ну, в общем, погуглите. Я не буду сейчас... Работа без ЭКБ. Это понятно. Понятно. Как он пока видится и все. И тут самое главное. Если он тебе нужен и готов, типа я, заплатить за работу, могу по ЭНИ ДЭСК оживить и вылепить из него конфетку. Ну, я говорю, раскрепить не сложнее, чем Муху ЦЦ. Кстати, про Муху ЦЦ у меня будет видео, которое я записываю уже тысячу лет. Вот, надеюсь, в следующем новом году я это сделаю. По РДП я не пускаю. И в СИСА-админ, кстати, ты не первый, что туда пишут по подобной работе. Разве много денег приносит? Нет. Ну, то есть... А он настаивает. Он настаивает. Прикинь. И я говорю, что проще, конечно, на программаторе привычки. Но копейки, когда нет другой работы. То есть другой работы в Рашке, судя по всему, нет. А может быть, это не из Рашки разводят, ребят, кстати. Может быть, может быть такое. Программатор для додиков. Ребята, демократы. Кто пользуется программерами, хардвейерами имеется в виду, не флешерами, а программерами, вас обозвали додиками. Вот этот дядя Харисей, да? СИС-ПИС-админов. То есть теперь он совсем уже перешел на личности. И решил меня уговорить. И после того, как я ему вот что-нибудь пытаюсь написать, то я заблокирован. То есть я не могу ему ничего писать. И это, понятное дело, уразводило. Разводило, просто меня заблочил. Он хотел доступ ко мне. Накидать мне сетевых червей, стилеров, еще какой-то херни. И это и есть развод. Очень и очень это похоже на развод, ребят. Очень и очень похоже. Вот я думаю, что это развод. Большую часть. Какой-то сраный роуд 15-го года. 5 ГГЦ где-то он тут увидел. И просил, чтобы я ему доступ дал. Хрен, а не доступ. И вот этот вот еще, который сегодня зарегался. Угу. Только сегодня зарегался, мне уже пишет, блядь. Это натуральный, ребят. Развод не... Вообще даже не думайте подобным отвечать. Вы можете поугарать с них и все, блядь. Ну, я хотел написать, но, видимо, у него терпение лопнуло. И решил он меня послать тупо забанить, чтобы я ему не написал, не тратил его драгоценное время для развода на лохов. Вот такая штука. Не поверил. Ну, а теперь поверил. Ни в коем случае не давайте. Никому. Удаленный доступ к вашему компу. Вот видите, как складно получилось. Стихами заговорил. Такие вот дела, ребята. Мир опасен. Будьте... Острее. Да? Погеда.